Всем доброе утро. Ты поздоровался. Я не буду тебя показывать, так как ты в трусах. Давай, работай. Так, все, успокоился. Так что, закрой рот. Всем доброе утро. Артем мыет посуду, мы уже позавтракали. И собираемся у нас сегодня снова визит в госпиталь. Потому что нам нужно идти на плановый осмотр этого артиста. Зачем этого артиста. Так, короче, понятно. Так что мы будем собираться. Быстренько бежать. Да-да-да, и артист. Кое-кто замуровался тут. Опустил персиану. И радуется. Дабы не зажариться. Заживо. Мать тут замуровалась. И все. А, ну, господи, ты меня внук замуровал. А, тебя внук замуровал? Ты не сама замуровалась, понятно. Ой. Так что вот так вот. Вот такие дела. Всем желаем хорошего дня. Мы пошли в госпиталь. Пешком. И я дальше поеду на работу. Сказала бы, какой хороший день. Какой хороший пень. О. Какой хороший я и песенка моя. О, на тебе вам стишок с утра. Вообще-то не хороший, а чудесный. Тоже пойдет. Ну, неважно. Неважно, ладно. Все с точностью добро. Так что нефиг вам. Хорошего. Ничего. Да, ничего. Так что я побежала. Да. Давай, шевелись. На связи. Мы по дороге в госпиталь. А тут такая красота. Такая зелень. Смотрите, какие деревья. Главная дорога. А все зелено. Мама кричит. А стены с вальт и плитка. Неправда, мама. Смотри, сколько деревьев и кустиков. И вот так вот вся Валенция. Так что не надо, не надо рассказывать. Здесь очень у нас тут зелено и хорошо. И красиво. Мы идем пешочком, как я вам уже сказала. Вот такие тут автобусы. И в принципе мы даже не опаздываем. Мы вышли вовремя, конечно. Заодно и сделаем утреннюю зарядку в виде хорошей проходки без остановки. В общем, делаем кардио. Стараемся на светофорах не останавливаться. Топтаться на месте. Дабы... Ну, дабы у нас получилось кардио. В кардио самое главное это не останавливаться. Это беспрерывные там 30-40 минут движения. Вот так. Такой автобус. Длинный. Так, Артемыч, мы с тобой переходим дорогу. Давай. Туда направо. Туда направо. Ага, да. Нам все равно надо будет туда переходить. Отличненько, пойдем. Ой, Мазерати едет. Ох, мой любимый автомобиль. Ха-ха. Такой красавчик. Двигаемся дальше. А что у нас здесь? А здесь что-то делали. Какую-то реконструкцию в этом здании. Ну, что-то новенькое тут. А нет, это даже не реконструкция. По-моему, это новое здание. А что это такое? Я сейчас вам прочитаю. А пальмы какие шикарные. Не, ну, это не оно. Так, 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 так. Реконструкция. Реконструкция. Эдефисиус публикус. Реконструкция домов. Видите, не могу вам перевести правильно. Вчера с мамой только по этому поводу разговаривали. По поводу того, что не каждый человек, который знает языки, может быть переводчиком. Это вот у меня такое происходит. Я, например, переводчиком быть не могу. Потому что я не могу вам перевести правильно с испанского. Так как я не училась. Я понимаю, что мне говорят. Но правильно дословно-дословно перевести иногда не могу какие-то слова. Вот не могу и все подобрать. Приходится всегда включать переводчик. Google переводчик. Я ним пользуюсь, кстати. Так что вот такие вот дела, товарищи. Не каждый может быть переводчиком. Вот такие деревья. Смотрите, как красиво. Класс. Мама, есть деревья. И кустики, и зелень. И травка. Все пострижено. Все красиво. Вот, посмотришь на улечки. Велосипеды от администрации. Что-то только один остался велосипед. Обычно их тут так целый ряд стоит. И берете, сколько-то там платите денежку. И ездите по городу. Вот это у нас всякие, кстати. Вот, университеты. Понятно? Да, это вообще райончик, где всякие. Ну, студенческий район. Здесь очень много университетов, институтов. Учатся. Соответственно, очень много недвижимости, которые сдают для студентов. Так что вот такой вот район интересный. Так, мы даже практически не опаздываем. Отлично. Вот, Зим 30. И мы на месте. Сейчас мы зайдем, как всегда, возьмем талончик, на всякий случай. Ну, это не талончик, это как бы подтверждение того, что мы пришли. Как обычно, стройка какая-то. Вечно что-то строит, что-то реконструирует. Такое. А листики, надо же. У нас как осенью листики лежат. Из этих деревьев. В общем, мы двигаемся дальше. Кстати, мама, для тебя. Вот стоит амбулансия, то бишь, скорая помощь. Вот это мы тебя сюда привозили. Вот здесь мы останавливались. И отсюда же мы тебя увозили, чтобы ты понимала. Вот, сейчас будем заходить. Темыч, развязался шнурок. Ну что, Темыч, завязывай шнурок, будем заходить. Давай, я подожду тебя. Так что вот так. Что-то у нас лифт с метро. Хотела бы просто показать вход и аппарат с талончиком. Что он там мучается, этот человек. Не, чтобы нагнуться. Тяжело ж нагнуться, ну конечно. Да? Все? Что там, кирпич? Сломал. Артемий, Артемий. Значит так, Темыч, нам надо взять бумажку вот эту. Все, доченька тут ставить. Что тут у нас? Оля, мы здесь. Ага, надо засылать эту карточку. Ну, Темыч, сейчас мы. Ага. Забирай, Темыч, налончик. Спасибо. Идем, Темыч. Не знаю. Вот у нас там выдал аппарат вот такой чек. И по этому чеку докторша знает, что мы приперлись. Значит так. Артемий, Темыч, нам ждут тусоваться люди? По-моему, да. Тут, видите, детская, кстати. Ой, какой милый столик. Так, что тут у нас? Эндокринолог, эндокринолог. Эндокринолог, все. Все, мы будем присаживаться. Посмотрите на эту природу. Какая красота. Ой, какой был горбик. Вот, сегодня мы вам расскажем, куда мы едем с Артемом. У нас сегодня с ним интересная вылазка в среде недели. Вот, сейчас не скажу, скажу чуть-чуть попозже, куда мы с ним едем. О, боже, какие-то горбики. Ну, смотрите, погода у нас сегодня немножко затучилась, но тепло, очень хорошо. Мы приехали в одну деревушку, которая называется Навахас. И сейчас мы вам покажем кое-что интересное. Ой, что это тут за интересный древнегреческий особняк. Да, ну, мы пока тут не остановимся, я вам его не покажу, к сожалению. Так как мы сегодня приехали не совсем на экскурсию, приехали немножко по другому поводу. Вот такой особняк. Ну, обязательно вам покажем что-нибудь интересное. Что там, Артем? А вот вам и природа. Посмотрите, какая красота. Вот это там высота. Я думаю, плохо, наверное, видно высоту. В общем, сегодня мы с Артемом приехали в одно место, которое называется деревушка Навахас. Мы вам покажем немножко природы. Почему приехали? Потому что я вам расскажу об одном своем, может, так сказать, влечении, которое мне очень нравится. Это фотографироваться. Очень люблю фотографироваться, делать фотографии. Кто был у меня на странице в Инстаграме, видел, что там, ну, отдельно от просто моей там какой-то ежедневной рутины. У меня там есть красивые профессиональные фотографии, которые я очень люблю делать. И у меня есть очень хороший друг-фотограф, который, как правило, мне эти фотографии делает. Очень талантливый. Один из талантливых испанцев. Вот. Который доказал мне, что все-таки не все испанцы ленивые. Я не буду вам его показывать, потому что он не любит, когда я его показываю. Он такой очень скрытный товарищ. Но все мои красивейшие самые фотографии были сделаны с ним на природе. Очень красивые. Кому интересно, заходите в Инстаграм, посмотрите. Я, правда, давно ничего не выставляла, потому что как-то мы с ними давно не выезжали фотографироваться. А вот сегодня Артем попросился со мной, потому что мы будем на природе. Я очень люблю красивые спортивные фотографии и природу. Я вообще люблю природу. Вообще уже говорила вам, что, наверное, с возрастом тянет ближе к земельке, я не знаю. Вот. Так что, Артемка, пойдем потихоньку. Я так думаю. Значит, это место называется Сальто де ла Новия. Это, по идее, то, что мы должны сейчас увидеть, это будет небольшой водопад. Представляете? Вот. Поэтому сейчас мы посмотрим. Если вам интересно, кто живет здесь по Коммунидат Валенсиана, ну, по нашей области, то можете приехать. Вообще, здесь по области Валенсианской очень много водопадов, очень много красивых мест. Вообще, природа есть такая, такая красотища. Смотрите, какие красивые рисунки. Это граффити, Артем, да? Ой, класс! Смотри, кошачка. Убежала кошачка. Вот тогда мы будем спускаться. Ну, и сегодня Артем у нас будет в роли оператора. Я его попросила, чтобы он поехал со мной, меня поснимал. Я не знаю, будет ли у него на это настроение или нет. Я надеюсь, да? Ну, посмотрим. Я попытаюсь сегодня вам сделать небольшой репортажик, потому что я знаю, что место должно быть очень красивое. Правда, я тоже не могу много снимать, потому что мне надо будет фотографироваться. Но я все равно постараюсь сделать хоть что-нибудь. Ух ты, какие штучки. В общем, очень я люблю природу, что я вам могу сказать. Повторюсь, наверное, старею. Ай, смотрите, какие красивые. Такие, как елки, что ли. Ух ты. Чего-чего? Сина пропиадас? Это как? Артем, да, как скажут какое-то испанское слово, даже я не знаю, что это значит. Обалдеть. Так, как же вот эта сетка мешает. А вот тут высоко, я не до сна. Ну, а вот тут есть какая-то дюрочка. Смотрите, сейчас я подниму. Такое обрывище там. Ирмигас. Ничего страшного, Артем. Иррохас. Да? Кто такие ормигас? На русском ты помнишь, как будут ормигас? Помнишь или нет? Муравьи. Ты сиренком или сиренком? Как это? Я всегда тебе все перевожу, а ты нифига не хочешь запоминать. Да, ну там я же где-то муравьи. Да, ну там я же где-то муравьи. Лентяйка. Какой ты... Сорик. Понятно. А чем пошел баловаться? Я смотрю, Тёмыч, ты... О, кошачки пришли. Ты сегодня, Тёмыч, сильно не покупаешься, потому что прохладно. Кс-кс. Боже, какое худющее. Кс-кс-кс. Что с тобой? Какое худющее кошачка. Или это он, или она. Ах, чё, 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 чё? Что-то. Чё, чё, чё? Мы пошли. Так что мы спускаемся. Смотрите, какая красота. Красота красотичная. Природа. Ах, как тут тихо, спокойно. Птицы поют. Я вам буду сегодня снимать. Не буду много разговаривать, дабы вы просто слушали звуки природы. Я очень люблю. Сейчас пока ничего не слышно. Там где-то есть какая-то птичка, но так не очень. Вот тут есть какой-то спуск у нас. Ага, ух ты. Какие-то ступенечки. Так что вот такие вот дела. А вот тут вот такие вот у нас такая зелень и пещера. Так что вот такие вот дела. Мы ещё не добрались. Чикос, апартарос! А то летит какой-то бестолковый. Вообще, наверное, тут ездить нельзя. Ну, по крайней мере, мы... Вау, какие там, смотрите. Красота какая. Обалдеть. Вау! Смотрите, какая красотища. Да, вообще супер. Вау! Секлер. Аккуратно. Как тут красиво. Смотрите. Вообще супер. Артём у меня уже вон ест бедный. Что он тут только не делал. Мы уже пофотографировались тут в этой лужице. Очень красивая лужица. Получилось. Куда тут Артём пошёл? В общем, я вам сейчас немножко тут покажу. Такую дорожку. Комары, правда, есть, естественно. Нас кусают. А я сообразила взять спрей комаров. Так что, отличненько всё. Я иду, короче, так. В тапках своих. В своих тапках. Вот. Красиво очень. Но мне нужно покупать отдельную камеру, знаете. Такую, на лоб цеплять и вот это ходить. Потому что я очень люблю природу. Я так чувствую, я скоро буду лазить по всяким таким местам. И потом вам снимать. Вот. И дабы руки не мешали. Боже, как красиво. Смотрите. Вот. Мы продолжаем наше путешествие. По красивым местам. По очень красивым местам. Что я вам могу сказать. Обожаю природу. Красочища. Нас тут пытаются есть комарики. Но у них ничего не получается. Вот. Потому что у нас есть супер-мега модный спрей. Ой, тут есть ступенечки. Интересно, куда они ведут? Куда-то наверх. Тёмыч там тронгит. Красотища. Смотрите, какие скалы. Класс. Вот там. Мухи какие-то летают. Ну, природа. Что можно сказать. Природа. Красотища. Тут тоже, кстати, цветы цветут красивые. Видите? Мы сделали пару фотографий с цветочками. Ну, с Артёма, конечно, оператор получился никакой, естественно. Потому что он умудрялся меня снимать. При этом играть на своём телефоне. Ух ты. А вот тут у нас уже водичка какая-то падает. Да, Артём. Очень скромный маленький водопадик. Но очень красивый. Так что. Так. Вот сейчас мы туда поближе подойдём. Я вам ещё обязательно поснимаю. Да, ты чё, Миш, так близко не подходи. Ты с нами? Понятно. Иди, давай потихоньку. Смотрите, какая красота. Это правда, что... Ой, класс. Это правда, что в этом году воды падает меньше, чем когда-либо. Ну, это, конечно, зависит от дождей, которые шли. А дожди у нас вроде как были немножко. Ну, видите. Это мало. Как для... Как для водопадика. Этого мало. Водичка очень прохладная. Я в неё залазила. Так, Тёмыч пошёл. Как бы мне теперь тут спуститься? Камушки-то. Интересно. Тёмыч, ты пошёл? Давай. Давай, дорогой. Что, боишься? Подожди меня. Хочешь? Так что мне точно надо уже покупать камеру, которая цепляется на лоб. Я тогда вам буду такие снимать репортажи. Так, ну, Тёмыч пошёл в этот... В заброд. Я тоже пошла. Водичка класс. Обалдеть. Ай! Аппаратно. Класс. А? Си, си. Ага, бари. Окей. Ага. Си. Как красиво. Мил. Все, мы перешли реку. Перешли реку. На самом деле, надо быть очень аккуратными, потому что дно камушки... Вот. Это, конечно, мы походим. Си. Походим. Да. Ай, си, claro. Ай, си, про это. СМЕХ. Субтитры сделал DimaTorzok Ага. Понятно. Смотри, может быть скользко, потому что она мокренькая. Хорошо? Да, но надо всегда за горы или за... Вот такая вам сегодня красота. Вау! Деда! Класс! Нам сегодня еще очень повезло, что очень мало людей. Обычно тут много туристов. А сегодня, видите, мало совсем. Ну, все испугались тучек и подумали, что пойдет дождь. Но так как мы местные, и я знаю, что дождь в Оленисе не идет, говорю, надо ехать. Поэтому вот так вот туристы фотографируются. Такая красота. Ну, последнее видео я вам поснимаю еще. В общем, мы здесь провели весь вечер. Расскажу вам закулисье. Закулисье таково, что вот здесь нужно было ходить босиком. В ноги все колет. Больно. Камни. Вода. Вода холодная. Там вода брызгает. Я полубольная. Надо лазить на корячках, потому что там скользко. Там камни, которые режут ноги. Там еще что-то. В общем, вот такое закулисье фотосессий. Те, кто думает, что... Ну, я, конечно, не модель профессиональная, но хотелось бы. Вот. Ну, а те, кто думает, что профессия моделей – это все легко и просто, то вот, как видите, это не легко и просто. Потому что это вот такие вот приключения. Ну, это мы, по крайней мере, любим такие приключения, как я, так и мой фотограф. Он очень любит делать фотографии на природе, и я тоже. Вот. Поэтому я вам так скажу. Кто захочет посмотреть фотографии, я буду их выкладывать в Инстаграме. Потому что здесь, в Ютубе, ну, как бы фотографии негде выкладывать. Я, разве что, может, сделаю какие-то короткие видео, соберу несколько фотографий, выставлю. Ну, это так вам. Я вообще, если честно, вам хотела больше природу показать, а фотографии – это такое. Кто там есть любопытный такой, кому надо, то пусть заходит. Чоба, сними панамку. Солнца нет. Начало девятого вечера. Да, кстати, у нас полдевятого вечера. И вот так вот мы вечно лазим по каким-то горам, как у тебя горные козлы. Так что, кстати, мне сказали, что тут и есть горные козлы. Именно здесь. И они по вечерам спускаются. Представляете? Не знаю, насколько это правда. Я буду держать телефон при себе. Вдруг какой-то козлик спустится. Вот. У нас как раз и сними там вкусняшки. Мы взяли с собой немножко перекус. Взяли орешки, взяли яблоки, что еще? Сливки. Вот такая красота. Как мне написали там, что я гундосящая, Карина. Да, я вам буду гундосить, наверное, еще пару дней. Но такая красота и такой тут покой, тишина. Класс. Вместо. Ну. Я китамбленко. В общем, здесь ступеночки такие. Я вам показывала их перед этим. В общем, конечно, из-за того, что очень мало дождей. А водичка переставляет. Сейчас мы поднимемся сюда. Тут надо аккуратно. Видите, все очень мокрое. Очень зеленое. Мы решили напоследок подняться. Это нам не сидится дома. Вот. Фух. Пум-прум-прум-прум. Где там мой Артем полез? Артем со своей панамкой полез. Держись, Артемчик. Держись, мой хороший. Держись. А то, может быть, скользко, Темыч. Так, предупреждаю. Могу снимать плохо, так как сами понимаете. Надо смотреть под ноги. А у меня тут камера. Ух. Получается, Тема? Получается. Опа. Так, лучше держаться. За эти штуковины. От греха подальше. А, ты где? Ты так далеко? Фух. Поехали дальше. Захайкала себя, видите? Дышать нормально не могу. Спортсменка называется. Так. Так, ну мне точно надо камеру на лоб цеплять. Это был бы самый хороший вариант. А нам еще спускаться здесь. Ух. Вот это.